Встреча с Виктором Федоровым 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 Потому что эта книга была своего рода фокусом, который направлял наше внимание в глубину общечеловеческой истории, в глубину причин того, что проявляется сейчас. И для меня лично каким-то новым откровением, которое перевернуло мое восприятие мифа, явилась такая виртуальная, заочная встреча с Джозефом Кэмпеллом. Я не смог застать его живым, но в 90-м году во время своего первого путешествия в Соединенные Штаты я получил в подарок кассету с записью шести фильмов Джозефа Кэмпела, это его беседа с Биллом Мойерсом, The Power of Myth, который сами по себе является выжимкой из более чем 20 часов бесед, и представляет важнейшие моменты, важнейший вклад, важнейшее понимание новаторской Джозефа Кэмпела в отношении мифа. И Джозеф Кэмпелл говорил о том, что мифы – это нас с вами, это первое, что меня перевернуло. То есть это не только история, это не сказки. Мифы, одна из книг его называется «Которые живут в нас», или «Которыми мы живем», по-моему, мифы Тулиф Байнера, «Которыми мы живем», то есть мифы проявляются. Одна из последних книг Джозефа Кэмпела называется «Внутренние области внешнего пространства». «Миф как метафора и как тело». И он вводит представление об индивидуальной или личностной мифологии. Он говорит о том, что каждый человек – это Вселенная, каждый человек – это космос, и есть своеобразная, мы могли бы даже представить, как своеобразная борьба разных мифов, укорененных в каждом человеке. И для меня это было очень такое глубокое, оживляющее воздействие. Я совершенно по-новому, особенно когда слушаешь живого Кэмпела в фильме, то получаешь невероятный ключ, который сложно выразить в словах, но это совершенно по-другому переворачивает и создает другое поле интереса. И вот для меня это был очень важный момент. Я много лет занимался мифологией а-ля Кэмпел, а-ля Лиаде, а-ля замечательная русская школа мифологии. Такие знаменитые работы, как, ну скажем, миф и литература древности Ольги Фейденберг. Она вроде бы по-греческой мифологии, но с невероятной глубиной. Или санкт-петербургский ученый Владимир Яковлевич Проб, который написал цикл работы волшебной сказки и исследовал свыше 30 функций сказки. За 10 лет, даже за 20 лет до Джузефа Кэмпела дав свою версию того, как структурно устроен самый глубинный слой психики. Конечно же, невозможно не упомянуть замечательные работы, сделанные, поднятые Фрейдом, темы поднятые в глубины психологии, продолженные Юнгом, который невероятным образом это расширил, убрал многие ограничения, связанные с свойственной классическому психоанализу и ввел представление, как мы знаем, об архетипах коллективного, бессознательного и о тех мифах, которые живут у нас. Кстати, Джузеф Кэмпелл вышел из Юнга. И одно из лучших изданий однотомника Юнга, весь Юнг в одной книге, Потебл Юнг, Боллингтон Сириос на английском языке, составлено именно им. То есть он блестяще знал Юнга. Но если сравнить работы Кэмпела и работы другого западного, очень известного исследователя мифологии Мирчеллиада, то каждый из них вскрывает, проявляет и развивает свои особые аспекты и свою особую энергию работы с мифом. Меня в Джузефе Кэмпеле привлекает очень, во-первых, то, что он был учителем, то есть он всегда преподавал, он всегда был в контакте со студентами, с юным поколением. Второе, у него была очень тесная непосредственная связь с миром искусства через его жену, которая была великой танцовщицей, балериной. Поэтому вот преподавая в Нью-Йорке, ну это такой женский институт, он долго там преподавал, нечто вроде нашего Петербургского института благородных девиц, где высший свет получал знания о культуре. Он находился в контакте вот с... через женщин или через женщину с большой буквы, вот с тканью жизни, с тканью бытия. И достаточно посмотреть любой фильм Кэмпела, чтобы почувствовать, что этот человек переполнен жизнью, что он в контакте с жизнью. Он путешествовал много раз по всей планете, жил по долгу в местах, связанных с историей человечества, в памятниках, в пещерах, в Шарском соборе, например, там, жил там по неделям. И знал буквально вот наизусть каждый изгиб каждой статуи, каждого памятника, каждого артефакта. То есть история жила в нем. Вот это вот... он не был исключительно книжный человек. И это чувствуется и в его лекциях, и в его книгах. Я думаю, что вот эта линия Кэмпела, мифы – это наша жизнь, она очень важная жизнь, она отчасти проявляется и в современной психологии. Мы знаем такие популярные циклы, как работа Эрика Берне по сценариям жизни, игры, которые играют люди, люди, которые играют в игры. Там такой игровой подход, сценарный подход, который весьма продуктивен на определенном уровне анализа, поскольку дает нам какие-то понимания и возможность отстраниться от тех механизмов, которые живут в нас. Я много лет занимался Кэмпелом, и я более подробно буду рассказывать это в докладе. И в конце концов столкнулся с необходимостью кое-что привнести сюда. В Кэмпеловское понимание мифа, и особенно в его понимание того, что он назвал путешествием героя, теми сценариями. И в настоящее время работа Кэмпела до сих пор пользуется большим влиянием популярностью. С легкой руки это произошло Стивена Спилберга, создателя, извините, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, конечно же, который в тот момент, когда он завершил сценарий первого фильма «Звездных войн», наткнулся на книгу Кэмпела «Герой с тысячелицами» или «Тысячеликий герой» в русских переводах. И это полностью изменило его понимание того, как должны писаться сценариями. Он переписал сценарий «Звездных войн». Мы знаем, что первый фильм стал чуть ли не первым блокбастером, открыт в новую эру. И затем он подружился с Кэмпелом. Кэмпел последние несколько лет жил на ранче Лукаса Скайвокер. Именно там, кстати, записаны беседы за Павлов Митх с Биллом Мойерсом. И делился своими знаниями с лидерами Голливуда. Так что через вот эту лабораторию Кэмпела многие прошли там. И молодой Оливер Стоун, который потом написал сценарий «Конана Варвара», между прочим, знаете фильм с Шварценеггером ранний. То есть это открыло. И в настоящее время на подавляющее большинство сценариев Голливуда, крупнейшей кинофабрики мира и крупнейшей фабрики иллюзий, могли бы сказать, она пишется по рецептам путешествия героя Джосифа Кэмпела. Вот такая интересная вещь. Есть известный человек, там, гуру Голливуда, который написал учебник, как писать сценарии. И есть очень много подражаний, как написать гениальные сценарии, детективный роман там и так далее, которые используют эти модели. И такие люди, как Роберт Диллс, например, это вот такое особое направление, связанное, идущее от Грегори Бейтсона, с современной психокибернетикой, отчасти НЛП, отчасти в настоящее время, например, это психотехнология человеческого реализации и творчества. В одной из последних книг, она вышла на русском языке, она тоже использует вот эту вот метафизику, принесённую Кэмпелом, мономифа, и опирается на модель жизни человека и путешествия героя, которые вел Кэмпел. Ну, об этом вот завтра я буду говорить, пытаясь показать новые горизонты, которые здесь есть, не отменяя того, что сделал Кэмпел, а проясняя смысл. Ну, перейду немножко ещё к новостям. Я только что вернулся вот с этой конференции, я оставлю здесь, чтобы желающие могли посмотреть. Это с 1 по 5 октября 2014 года на Крите, там, где дворец Царь Амина, Самина Тавра, состоялась конференция, 16-я конференция Европейской транспарсональной ассоциации. И это ассоциация, которая объединяет свыше 30 стран Европы, включая вот нас, мы туда входим. Я и Геннадий Брэвда, члены президиума Евротаз. Вот, конференция была посвящена метаморфозам. Мы знаем это слово из, как название, романа «Апулея», «Золотой осёл для метаморфозы». Ну и мета и морфозы, мы тоже понимаем прекрасно смысл и то, как он дальше в латинице выражается и в наших языках. То есть это всё, что связано с превращением, преображением, если использовать более высокий богословский язык, с трансформацией и искусство преображения, искусство метаморфозов, оно является основой алхимии, оно является основой тантры, тоже преображение, используя великие катализаторы, то есть связь с изначальным состоянием нечистого в чистое. И вокруг этого вращались темы конференций, на которых приехали, ну, как некоторые патриархи трансперциональной психологии, там Стэнли Кридмер был, например, были выдающиеся исследователи, Роза Мари Андерсон и Харрис Фриман был, были представители журналов трансперциональных Марси Баковалас и тот же Харрис Фриман, Фриман, главный редактор Международного журнала трансперциональных исследований. Были великолепные семинары, то есть всё было очень здорово, и мы также обсуждали следующую конференцию, которая состоится, внимание, с 4 по 7 сентября в Бразилии. Это конференция, 18 конференция Международной трансперциональной ассоциации состоится. Так что всежелающие, это уже не только Европа, это весь мир съедется туда, в Бразилию, в Бразилию, с 4 по 7... 15-го года. 15-го года, да. До этого будет ещё поездка, которую организуют там лидеры Евротас из Испании, из Каталонии, точнее, они так различают всё-таки, в Мексику, в места Марии Сабины, знаменитой, которая всё время инспирировала там интересные вещи, мексиканская шаманка. Вот к её ученикам будет такая 10-дневная экспедиция в места Дону Хуана, и затем желающие могут захватить экспедицию и Бразилию. Так что до этого летом в Милане будет Европейский трансперциональный фестиваль. Желающие на 4 дня смогут в Милан тоже подъехать. Первый Луидж Латуада, мастер биосинтеза, лидер итальянской ассоциации. Как раз во времена Экспо, Экспо 2015 будет выставка в Милане, и в это же время будет симпозиум, так что можно все события посвятить. Вот вкратце такая информация. Ну и ещё немножко информации об этом месте, Институт психоанализа, где в этом году у нас состоялся первый большой выпуск. Можно попросить... Ты один студент, да? Вот у нас один студент есть замечательный. Назовись. Назовись. Артём. Артём Ясный. Артём Ясный получил в этом году диплом трансперционального психолога. Он закончил программу 4-летнего 2-го высшего образования на кафедре. И вместе с 16-ю другими студентами блестяще защитил. Они временно разъехались, но возможно будут... Диплома, да. Ирина там ещё. Да, 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 да. Ирина Столярова, она тоже секретарь ассоциации. Так что у нас есть кафедра, где продолжаются две программы. То есть программа магистратуры трансперциональной. Это весьма важно, престижно. Диплома государственного образца, да? Мы вот как раз студенты магистратуры. В группе нас 14 человек, но на трансперциональную психологию пока собираются только троги. У нас есть надежда? Да, конечно, да. У нас будет объединённая группа, да. Да? Да. И у нас есть программа годовая по трансперциональной психотерапии и консультированию, где в основном даётся практика и практические знания, практический опыт необходимый для работы с людьми. Таких базовых, самых основных методов трансперциональной работы, связанных с тем, что мы называем пневмосинтезом. Такая вот российская версия неограниченного использования дыхания в любых ситуациях жизни. Восходит это к пневматикам. Ну и в России очень хорошо там философски было смыслено в русском космизме пневмосфера Флоренского. Ассоциативный ряд. Ну и мы также пытались синтегрировать все основные трансперциональные видения и проекты, не ограничиваясь холотропным парадигмой Грофа, а в полноте, объединившись с интегральным видением, интегральным путём Кена Вилбера, основой которого является серединный путь, быть в центре, избегать крайности, и объёмное присутствие в мире, без редуцирования чего бы то ни было, к чему бы то ни было, такое вот максимально возможное. Вот. И знаменитое Вилберовское развлечение о состояниях и стадиях. То есть о том, как соотносится, и как проявляются различные способы единения с миром, и необходимость быть конкретным, конкретно проявляться на всех возможных уровнях. Ну, то есть это достаточно такие важные вещи. Ну и также, поскольку мы давно очень в процессуальном подходе, мы, конечно, во всей полноте включили мудрость и практики процессуального подхода. Вот наше понимание работает с дыханием, а также развернутое понимание того, что такое необычно изменённое состояние сознания, потому что в Гровском подходе это достаточно зачаточное. Ну, по крайней мере, так это постулируется, но нету развернутой теории. Поэтому вот то, как мы считаем правильно, на настоящий момент мы это дело развиваем. Ну и также мы в годовой программе занимаемся процессуальной работой. Ирина из Герман ведёт эту линию, линия ДИЛСа, которая идёт вот в психикибернетике, Бейтсона и то, что условно говоря называется трансперсональное НЛП, психотехнологии свободы и развития. И практики, которые ведёт Герман Карильский, это трансперсональный подход к работе с зависимостями и трансперсональные телесные практики в широком смысле. Ну, кроме того, там, йога-терапия, медитативные практики. И это вот даёт такой джельтменский набор методов, которые вы знакомитесь и можете уже применять. Так что вчера мне в учебной части Института психоанализа сообщили, ну не для всех, правда, радостную новость. Для тех, кто вот сейчас хочет вступить на программу трансперсональной психотерапии и консультирования, Институт психоанализа тем, кто сегодня и завтра запишется на программу, даёт 10-процентную скидку. А программа это какие? Дни, часы? Это обучение примерно два раза в неделю по субботам и воскресеньям. Два раза в месяц, конечно же. А, два раза в месяц? Два раза в месяц по субботам и воскресеньям. Годовая программа. Годовая программа, да, 510 часов вкладывается. Суббота и воскресенье или там будет вам еще есть? Суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. А со следующего года можно? Конечно. Никаких проблем. Итак, я передаю слово нашему первому докладчику, профессору Владимиру Козлову, Владимиру Васильевичу Козлову, зав. кафедрой социальной психологии Ярославского государственного университета, президенту Международной академии психологических наук, человеку, который ввел представление и развеял об интенсивных интегративных психотехнологиях, и в его школе, связанной с этим направлением, защитилось около 200, наверное, аспирантов и докторантов диссертации. Так что, как никто другой, Владимир Васильевич способствовал академизации, внедрению в академическую психологию транспарсональных идей практик методов исследования.